Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы говорим сегодня о трех вещах, который Дух Божий сказал мне о том, как христиане теряют свое исцеление. Мы не под проклятием, мы искуплены от проклятия закона. Христианин может заболеть, только открыв дверь для дьявола. Христианин может попасть в финансовые проблемы, только открыв дверь для дьявола. Христианин может жить в поражении, только открыв дверь для дьявола. Но если мы открыли дверь для дьявола, мы можем ее закрыть. Как насчет того, чтобы, закрывая, захлопнуть ее как следует? Не просто потихонечку ее закрывать, чтобы сквозняк открыл ее обратно. Многие люди осознают, я не должен этого делать. И они немного прикрывают дверь, но оставляют ее открытой. Вы когда-нибудь видели мышь, пробирающуюся в дом? Мыши умеют сплющить свое тело и пролезть в мельчайшую щель. Я своими глазами видела. Стоишь и удивляешься, и как эта мышь могла сюда пробраться? Они сплющиваются, потому что есть проход. Дьявол ищет проход. И ему не нужна большая, широко открытая дверь, его устроит и щель. Поэтому, закрывая дверь для дьявола, давайте ее захлопнем, чтобы не осталось никакого доступа. Аминь. Не будем заигрывать ни с чем, что нам не следует делать. Если это не соответствует Слову, не угодно Богу, нам не следует этого делать. Аминь. Бог проговорил ко мне много лет назад, что есть три основных пути, которыми христиане открывают двери для болезней, немощей и для любого рода поражения. Любых лишений в жизни. И первый путь мы уже рассмотрели – потеря мира, когда мы поддаемся волнениям, страху, сомнениям. Бог назвал второй путь, которым христиане теряют свое исцеление. Или в целом открывают двери для дьявола. Это когда они поворачивают в неправильном направлении, удаляясь от Божьего плана. Когда мы отворачиваемся от воли Божьей для нашей жизни, мы отворачиваемся и от исцеления. Когда мы отворачиваемся от плана Божьего для нашей жизни, мы отворачиваемся и от обеспечения. Аминь. Его благословение в Его плане. Я говорю, Его благословение в Его плане. Мы должны оставаться в Его плане, чтобы оставаться в Его благословении. Долголетие связано с Божьим планом. Важность этого невозможно переоценить. Чтобы иметь долгую жизнь, нужно оставаться в плане Божьем. Аминь. Иисус сказал в Иоанна 4 главе 34 стихе «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Другими словами, не только начать. Так много христиан сначала идут правильным путем, а потом начинают уклоняться и не завершают то, что Бог им предназначил. А потом удивляются, откуда взялись все проблемы. Почему в моем браке проблемы? Почему у моих детей проблемы? Почему у меня постоянно проблемы со здоровьем? Почему мой разум так терзается? Вы ушли от Божьего плана для вашей жизни. А именно в Нем полнота Божьих благословений. Но если вы от Него уходите, вы не найдете все лучшее Божье в запасном плане. Послушайте, Богу не нужен план Б и В для вашей жизни, потому что Его план А идеален. Бог создает идеальные планы. Люди несовершенны, но Его план совершенен. Аминь. И когда создан совершенный план, не нужен план Б и В и Г, так часто люди пытаются сформулировать планы для своей жизни, не осознавая, что уводят себя в сторону от лучшего, что есть у Бога. Они входят в другой поток, вместо приготовленного им Богом. Иисус сказал «Моя пища». Что значит пища в жизни человека? Питание. Это то, что подкрепляет тело. Он, по сути, говорит «Это питательные вещества для моей жизни, то, что поддерживает во мне жизнь». Он сказал, что пища для тела, то воля Божья для моего существования. И если Он сказал «Моя пища, то, что насыщает меня, это исполнять Его волю», насколько больше нас будет питать исполнение воли Божьей. И не просто начать ее исполнять, а совершить, совершить ее. Аминь. Если мы уклоняемся от воли Божьей, мы уклоняемся от здоровья. Давайте откроем Ефесянам 2 главу. Я хочу, чтобы мы прочитали это местописание. Ефесянам 2 глава. Когда я говорю, что отклониться от Божьего плана – это отклониться от долголетия, отклониться от здоровья, это значит, что вы не можете просто жить, как вам заблагорассудится, и при этом думать, что вы можете жить в божественном здоровье. Вы не можете просто разговаривать с людьми, как вам вздумается, и при этом думать, что вы будете жить в божественном здоровье. Ну, я имею право говорить, что думаю, но не согласно слову. Он сказал вам обновлять ваш ум. Он не сказал вам «высказывайте все, что у вас на уме». Он сказал «обновляйте свой ум». Другими словами, вам нужен новый образ мышления, прежде чем вы откроете рот. Нам всем нужен новый образ мышления. До конца жизни нам всегда нужно приводить свои мысли в соответствие с Его словом. Почему? Потому что в этом наше здоровье. Некоторые не осознают, что то, как они используют свои уста, держит их в болезни. То, как они используют свои уста, держит их в нищете. План Божий и воля Божья в том, чтобы вы использовали свои уста в соответствии с Его планом, Его целью, лучшим, что у Него есть для вас. Ну, я могу пойти, куда мне захочется. Ну, если вы хотите угождать Богу, то нет. Аминь. И если Он ваш Господь, вам должно быть важно, что думает ваш Господин. Аминь. Ефесянам, 2 глава. И я буду читать из расширенного перевода. Десятый стих. Ефесянам, 2.10. Ибо мы – Божья собственная ручная работа, Его искусство. Послушайте, это должно вас избавить от всех комплексов неполноценности. Я – Его. Он работает надо мной. Аминь. Моя ценность в том, кому я принадлежу. Аминь. Ибо мы – Божья собственная ручная работа. Лежа в кровати, просто подумайте об этом. Отец, я принадлежу тебе. Ты создал меня для себя. Ты сотворил меня для себя. И твои руки на мне. Если мы – Его ручная работа, Его руки должны быть на нас. Ибо мы – Божья собственная ручная работа, Его искусство, воссозданные во Христе Иисусе. Рожденные заново. Зачем мы рождены заново или рождены свыше? Рождены свыше, чтобы мы могли делать те добрые дела, которые Он запланировал заранее для нас. Когда вы рождаетесь свыше, вы теперь можете войти в то, для чего Он вас сотворил. Он сотворил вас, чтобы что-то делать. Послушайте, вы не спасаетесь делами, но после того, как вы спаслись, дела – это все. Потому что мы должны делать то, что Он предназначил для нас. Заметьте, Он заранее запланировал что-то для нас. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы знать, в чем заключается этот план. Никогда не предавайтесь бездумному образу жизни. Просто буду жить по своему плану. Послушайте, вы рождены для чего-то большего, чем то, в чем вы сами способны разобраться. И если вы собираетесь жить по-своему, ваша жизнь будет обделена. Но если вы будете жить так, как хочет Он, вы сможете войти в полноту Его славы для вашей жизни. Итак, тут сказано, что мы были рождены заново, рождены свыше, чтобы мы могли делать те добрые дела, которые Он запланировал заранее для нас. И посмотрите на следующую фразу в расширенном переводе. «Идя путями, которые Он приготовил заранее, до того, как люди научились рассчитывать время, Бог уже предназначил что-то для вашей жизни, до начала измерения времени. Он предназначил что-то для вашей жизни. И наша абсолютная радость и привилегия в том, что мы можем пойти путями, которые Он предназначил для нас еще до того, как время начало тикать на часах». Это потрясающе. Послушайте. Он не просто создал план в момент вашего рождения. Заранее, до начала времени Он создал этот план для вашей жизни. Идя путями, посмотрите на это. Наше дело пойти этим путем. Он проложил путь, но наше дело им пойти. Заметьте, вы должны им пойти. Можно я скажу, вы должны встать на этот путь верой. Вера ставит вас на путь. Аминь. Если вы на него не встанете, дьявол уведет вас с него. Вам нужно его забрать у противостояния, которое приходит и пытается вас обокрасть. Забрать его у симптомов. Забрать. Просто забрать. Вы скажете, «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря «забрать». Конечно, понимаете. Вы же наблюдали за двумя малышами, дерущимися из-за игрушки». Так ведь? У одного есть игрушка, а второй ее хочет. И там происходит очевидное разногласие. Как же игрушка в конечном итоге оказывается у одного из малышей, если и другой ее хочет? Он просто не отпускает ее. Когда дело касается Божьего плана, будут возникать самые разные стратегии от дьявола в попытках вынудить вас оставить его, отпустить то, что у Бога есть для вас. А вы возьмитесь за этот путь, держитесь за него и не позволяйте ничему забрать его. Не позвольте в вашей необузанной плоти забрать его. Не позвольте необновленному разуму забрать его. Не позвольте людям, которые не любят Бога так, как его любите вы, забрать его. Держитесь этого пути. Аминь. И не позвольте чему-то, что ставит на вас высокие ставки, вырвать вас с этого пути, предложив вам возможность другой работы, предложив вам продвижение по работе, которое вырвет вас из вашей поместной церкви, отдалит вас от духовных вещей. Дьявол будет ставить на вас высокие ставки. Он предложит вам что-то блестящее, сверкающее, потому что он пытается забрать у вас то, что Бог вам уже предназначил. Не позвольте ему увести вас с пути, не позвольте ему забрать ваш путь. Аминь. Вы встаньте на свой путь. Наше дело – пойти путем, который он приготовил заранее. Послушайте, как об этом говорит расширенный перевод. Что произойдет с теми, кто пойдет этим путем? Чтобы мы ходили в них, и далее он показывает нам наш образ жизни, живя хорошей жизнью, которую он заранее запланировал и приготовил для нас, чтобы жить. Заметьте, когда вы идете по его плану для вашей жизни, у вас будет хорошая жизнь. И если у вас жизнь нехорошая, вы где-то отклонились от того пути. Возвращайтесь на путь. Аминь. Заметьте, он говорит, идя путями. Слово «путь» стоит во множественном числе. Обратите на это внимание. Почему так? Потому что иногда мы по какой-либо причине отклоняемся от пути. И знаете что? Этот путь не утерян для вас. Есть другая дорога, которая вернет вас на него. Есть другая дорога, которая вернет вас на него. Аминь. Аллилуйя. Дьявол скажет, ты зашел слишком далеко. Ты не можешь получить то, что было от Бога. Ты уже потерял слишком много времени, принял слишком много неправильных решений, слишком часто сворачивал в неверном направлении. Скажите, нет, 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 всегда есть еще одна дорога, которая приведет меня обратно на путь, и я пойду этими дорогами. Все не окончательно и бесповоротно. Вы свернули, и все. Вы погибли, идете в ад. Нет, это совсем не так. Бог знает, что люди будут обмануты, будут входить в плоть, будут делать такие вещи, которые уведут их с пути. Поэтому Он просто создал кучу дорог, чтобы вернуть вас на путь. Послушайте, не только строители автомагистралей знают, что людям нужны съезды и въезды. Бог строит въезды. Когда вы съезжаете, Он дает въезд обратно на магистраль. Никогда не позволяйте дьяволу говорить вам, что уже слишком поздно. Никогда не позволяйте дьяволу вас обкрадывать. Никогда. Ну, я слишком долго упускал Бога, я принял слишком много неправильных решений, я вступил в брак не с тем человеком. Никогда так не говорите. Есть другой въезд обратно на правильный путь. Аминь. Аллилуйя. Если вы признаете, я сошел с пути, если вы это признаете, будете честными, вы найдете въезд. Но если вы скажете, ну, я просто живу, как считаю нужным, то вы не увидите въезд. Вы не увидите въезд обратно в лучшее, что у Бога есть для вашей жизни. Послушайте, здоровье находится на том пути, который предназначил вам Бог. Преуспевание на Его пути. Не на том пути, который вы выбрали, который вы придумали. Аминь. Но на Его пути. Оставайтесь в том, что Он создал для вашей жизни. Я просто хочу, чтобы вы знали, дьявол будет предлагать вам самые разные вещи и пытаться заставить вас подумать, что то, что у Бога есть для вас, меньше того, что вы сами для себя хотите. Я хочу, чтобы вы знали то, что вы хотите для себя, гораздо меньше того, что Бог вам предназначил. Гораздо меньше. Аминь. Лучшее Божье на Божьем пути. Идите по Нему. Аминь. Аллилуйя. Я прочитаю вам Исход, 23 главу, 25 стих. Служите Господу Богу вашему. Послушайте, вы не можете служить Ему, не находясь на Его пути. Не можете служить Ему полноценно, как следует. Чтобы служить Ему, как следует, вам нужно следовать Его плану для вашей жизни. Итак, Он говорит, служите Господу. Или мы можем сказать, следуйте Его плану. И Он благословит хлеб ваш и воду вашу и отвратит от вас болезни. Аминь. Почему? Потому что на Его пути нет болезней. Аллилуйя. Отклониться от воли Божьей для вашей жизни значит отклониться от лучшего, что есть у Бога. Отклониться от здоровья, отклониться от долголетия, отклониться от преуспевания. Не оставляйте лучшее Божье. Аминь. Итак, Бог проговорил ко мне, что существует три пути, которыми христиане открывают дверь для дьявола, для болезней, для поражения. Какой был первый? Потеря мира. А второй? Отвернуться от Божьего направления, отклониться от Божьего плана для нашей жизни. Третье, что открывает дверь для дьявола в жизни христианина, позволяя болезням пролезть. И это меня удивило. Я так рада, что Дух Святой поднял этот вопрос, потому что я не осознавала, насколько важно это акцентировать. Он сказал, это недостаток благодарности. Недостаток благодарности откроет двери, чтобы дьявол атаковал вас болезнями. Бог дал мне тот дом, в котором я сейчас живу. И впервые в жизни я смогла заплатить наличными за дом. То есть, вы понимаете, это сделал Бог. Теперь, конечно, я верю Богу о ремонте. Вы все будете информированы. Но, занимаясь этим, когда я говорю, Боже, спасибо за обеспечение для ремонта, вы знаете, что я всегда говорю сначала? Спасибо тебе за мой дом. Я не теряю благодарность за то, что у меня уже есть, когда я прошу что-то еще. Аллилуйя! Дух Божий сказал, те, кому недостает благодарности, оставят открытую дверь для дьявола. То, за что вы неблагодарны, дьявол у вас украдет. Когда вы неблагодарны за что-то, вы за этим не следите. Вы не уделяете этому должного внимания. И когда вы не уделяете внимания, дьявол рассчитывает на то, что вы небдительны, и он украдет что-то у вас. Что Библия нам говорит? Трезвитесь, бодрствуйте. Почему? Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Почему? Он ищет невнимательных людей. Когда вы славите Бога и благодарите Бога, спасибо, Отец, за это, спасибо за мой дом, спасибо за мою семью, спасибо за мой брак, спасибо за моих детей, спасибо за мою работу, спасибо за моего работодателя, спасенного или неспасенного. Когда вы за все это благодарны, дьявол не может пробраться и украсть это у вас. Можно вам сказать, как люди теряют свой брак? Кто-то перестает быть благодарным. Вы понимаете? Именно так люди оказываются на бракоразводном процессе. Они перестали быть благодарными за то, что однажды любили. Теперь они это раскладывают по полочкам и выискивают недостатки. И говорят, он не делает этого, или она не делает того. И они теряют благодарность друг за друга. И потом из-за этого дьявол ворует у них их брак. Аминь. Как? Через их недостаток благодарности. Можно вам сказать, как сохранить здоровый брак? Каждый день говорите, я благодарен за тебя. Спасибо, спасибо, что ты есть. Но он не делает вот это для меня. Ну так благодарите его за то, что он делает. Так? Она не делает это, не делает то. Но если вы не найдете способ быть благодарными, дьявол найдет входную дверь. Аминь. Именно так рушатся браки. Супруги перестают быть благодарными друг за друга. Они становятся благодарными только за себя. Вводная консультация для супружеских пар. Поехали. Муж, ставь жену на первое место. Жена, ставь мужа на первое место. Тогда все будут на первом месте. Поставьте на первое место себя, и вам придется пойти по голове своего супруга для этого. Слава Господу! Это был бонус. С Новым годом! Мы говорим о том, чтобы не позволять дьяволу вас обворовывать. Если мы неблагодарны за своих супругов, он украдет наш брак. Как насчет благодарности за начальника? Ну, мой начальник плохо со мной обращается. Он вас нанял не для того, чтобы хорошо с вами обращаться. Он нанял вас, чтобы вы для него выполняли функцию, а он вам платил. Выражает ли он вам признательность или нет? Вас взяли на работу не для того, чтобы выражать вам признательность и хвалить вас. Будьте благодарны, что кто-то вас нанял и платит вам зарплату. Ну, эта зарплата недостаточно. Вы знали эту сумму, когда ответили «да». Когда вы согласились на эту работу, вы знали о зарплате. И это вы меняете коней на ходу и при этом называете начальника плохим или неправым из-за того, что он не соответствует вашим изменениям. Дьявол будет вас обворовывать и держать вас в банкротстве, пока вы не начнете быть благодарными за то, что кто-то платит вам зарплату. У вас не будет своего, вы не будете возрастать, вам нужно привести все это в порядок. Недостаток благодарности. Во время обеденного перерыва вы не должны обговаривать начальника с коллегами, потому что они своими словами прокладывают себе путь в нищету, а вам лучше этого не делать, лучше вымостите словами путь в процветание. А именно слова благодарности введут вас в процветание. Если вы говорите о нехватке денег, вы останетесь в банкротстве. Но вы скажите, мой отец заботится обо мне. Повысит мне начальник зарплату или нет? Мой Бог позаботится обо мне. Люди идут и пытаются надавить на работодателя, потому что в человеке видят своего обеспечителя. И если они не получают того, что пытались выжить из работодателя, они становятся неблагодарными. И тогда начинаются потери, и они говорят, вот видите, если бы только у меня была зарплата, если бы только мне ее повысили. Дело в вашем недостатке благодарности. Слава Господу! Слава Господу! Предположим, что из десяти пальцев с девятью все замечательно, а один болит. Рассказать вам, как исцелить десятый? Отец, спасибо за те девять, что в порядке. Отец, ты дал мне эти пальцы, и эти девять действуют твоей силой. Потому я говорю, десятый работает твоей силой. Вместо того, чтобы жаловаться на то, что не работает как надо, начните быть благодарными за то, что работает как надо. И что произойдет? Это станет потоком веры. Благодарность – это поток веры. Так разговаривает вера. Аминь. Аллилуйя. Жалующиеся полны сомнений. Люди хвалы, благодарности, признательности – люди веры. Аминь. Вы можете оказаться единственным благодарным человеком в комнате, так уж лучше будьте этим человеком. И не позвольте ворчунам затащить вас в их поток. Не позвольте жалующимся затащить вас в их поток. Это произошло с евреями, избавленными из Египта. Они в итоге не вошли в землю из-за того, что ворчали и жаловались всю дорогу. Если бы они только были благодарны. Мне нравится свидетельство об одной женщине. Она ходила в церковь, и когда пастор даже просто упоминал Иисуса как целителя, или приглашал на молитву за исцеление, или делал что-либо, связанное с исцелением во время служения, она вставала прямо посреди служения, не каким-то неуместным образом привлекая к себе внимание, но она просто вставала и начинала поклоняться Иисусу, и слезы текли по ее лицу. Каждый раз, когда пастор упоминал Иисуса как целителя, это длилось примерно два года, и, наконец, спустя два года пастор подошел к ней и сказал, «Знаете, я заметил, что каждый раз, когда у нас происходит молитва за исцеление, или я упоминаю что-либо об Иисусе как оцелителе, вы встаете и начинаете поклоняться Иисусу, и начинаете плакать». И она сказала, «Пастор, 15 лет назад я умирала от рака, и кто-то сказал мне об Иисусе-целителе, и я поверила Ему как своему целителю, и Он исцелил меня от рака. Я не могу, услышав о Нем как оцелителе, не вспомнить, что Он сделал для меня». Она сказала, «Я не могу не благодарить Его». Я вам вот что скажу. Именно такой поток сохранит ваше здоровье и исцеление. Если вы начнете благодарить Его за то, что работает, это перельется и в то, что не работает, и оно начнет работать, потому что благодарность приносит помазание Божье. Благодарность приносит помазание. Аллилуйя. Вам не обязательно все уметь, но вам нужно уметь быть благодарными. Аминь. Слава Господу! Так много людей пытаются найти способы заработать деньги. Почему бы вам не стать благодарными за вашу работу, быть благодарными за то, что у вас есть, вместо того, чтобы жаловаться о том малом, чего вам не достает? Что сделал Иисус, когда Ему принесли хлебы и рыбу, которых едва хватало для маленького мальчика, а надо было накормить множество народа? Библия говорит, Иисус взглянул на небо и воздал благодарение. Он взял то, чего было недостаточно, и поблагодарил Бога. И в потоке благодарности недостаточное стало более чем достаточным и накормило множество народа. Итак, три пути, которыми христиане могут открыть двери, чтобы дьявол атаковал их болезнями, немощами, недостатком, или чем бы то ни было еще. Номер один – потеря мира, вхождение в волнение, страх или сомнение. Номер два – отклонение от плана Божьего для их жизни. Номер три – недостаток благодарности. Кто из вас скажет, я благодарен? Каждый день, каждый день заведите привычку, духовную привычку упражняться в благодарности Богу. Аминь. Аллилуйя. Отец, мы благодарны сегодня. Отец, мы благодарны. Скажите Ему, как вы благодарны за обеспечение Божье, за благословение Божье, здоровье Божье. Перестаньте думать о противостоянии, начните думать о том, за что быть благодарными. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейму. Субтитры создавал DimaTorzok